День государственного флага России отметили в лагере Олимп. Праздник совпал с закрытием четвертой смены. Детям рассказали о значении триколора. Ребята окунулись, скажем так, в историю, узнали, как зарождалось, откуда это пошли традиции, что обозначают цвета, ну и вообще символика флага. Они же знают, видят, тоже понимают, что на крупных мероприятиях, на международных мероприятиях, когда наши спортсмены побеждают на Олимпийских играх, на чемпионатах мира, в честь спортсменов звучит гимн и поднимается флаг Российской Федерации. Сейчас в лагере отдыхают 200 человек. Все они воспитанники областных спортивных школ и секций. Боксеры, легкоатлеты и самбисты. В день флага для ребят устроили соревнования. Сейчас был стритбол, будет волейбол, будет пионербол и два матча футбола. Еще узнал то, что стритбол играют в одни ворота. Раньше не знал. Постараемся победить. В спортивных играх участвовали все. Болельщики, которые не вошли в команды, тоже могут заработать очки. Руговодство лагеря не стало предупреждать ребят, что награды получит каждый участник, чтобы сохранить спортивный азарт. На этих соревнованиях принимают участие болельщики. Каждый болельщик, который сдал свой норматив в ГТО, хотя бы один, приносит победное очко команде. Таким образом, весь отряд и команда, и болельщики принимают активное участие в этом соревновании. И награда будет сладкое мороженое. Олимп работает круглый год. Здесь построили физкультурно-оздоровительный комплекс, в котором могут тренироваться борцы и пловцы. В планах создать на базе Олимпа интернат, чтобы дети могли заниматься спортом без отрыва от школьной программы. Константин Миронов и Дмитрий Манапов. Губерния 33. Дмитрий Манапов. Губерния 33.